Государственные должности должны занимать профессионалы. Таково заключение экспертов, которые считают, что Майя Санду нанимает президентуру преданных себе людей из неправительственной сферы, не имеющих при этом опыта. Заявления прозвучали в контексте назначения советником президента в области обороны и нацбезопасности человека, занимающегося защитой жертв торговли людьми. Советником Майи Санду по нацбезопасности стала Анна Ревенко, основательница неправительственной организации La Strада. Она также будет выполнять обязанности секретаря Высшего Совета Безопасности. Политические обозреватели говорят, что помимо опыта кандидаты на госдолжности должны иметь безупречную репутацию. Для нашей Молдавии самые главные критерии это, конечно, профессионализм, которого у нас, к сожалению, зачастую бывает очень мало, когда назначают людей, которые не соответствуют этой должности, и порядочность, то есть его непричастность к коррупции, к другим грязным делам. В этой ситуации, конечно, Майя Санду должна доказать общественности, что она, призывая бороться с коррупцией, комплектует государственный аппарат, в частности своих советников, исключительно из людей порядочных и профессиональных. Назначения в президентуру до сих пор сопровождались несколькими скандалами. В прессе было опубликовано несколько материалов о том, что генсек администрации президента Андрея Спыну уклоняется от уплаты налогов. Его декларация об имуществе стоимость дома, которая составляет 8 миллионов леев, была уменьшена в пять раз. Другой советник Вячеслав Негрудца был признан виновным в превышении полномочий, а Лилиана Анофри подозревается в интеллектуальной краже. Алла Немиренко, советник президента по вопросам здравоохранения, также якобы подделала степень магистра, а Анна Ревенко скрыла свое состояние. Глава службы по связям с общественностью и коммуникациями при президенте Сарина Штефырца не ответила на наши телефонные звонки, чтобы прокомментировать эти обвинения. В то же время новый скандал в СМИ, спровоцированный Майей Санду, заставляет экспертов полагать, что глава государства приводит в президентуру только преданных людей, несмотря на их проблемы с неподкупностью. Сарина Ревенко, советник президента по вопросам здравоохранения, у Майей Санду 10 советников.